В главной роли Игорь Петренко. И это уже повод посмотреть картину. Актеру удаются роли сотрудников спецслужб. Правда, не совсем удачное название фильма, сразу же раскрывающее его содержание. Не понравилось оно и продюсеру Карену Шахназарова. Но менять не стали, так и запустили с июня в прокат. Вообще терроризм, к сожалению, остается важной темой в мире. И, к сожалению, не так актуально, к счастью, в нашей стране. Но все-таки все равно мы видим какие-то такие. Поэтому я думаю, что самое главное, что работа наших спецслужб, она заслуживает всяческого уважения. События развиваются на Кавказе в 2004 году. Сотрудники ФСБ пытаются предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Их задача – уничтожить командира Базгаева. Прототипом Базгаева стал лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев. В основу фильма взяты реальные события. Сегодня это уже воспоминания, но достаточно важные, которые помогут избежать ошибок прошлого. Там все отстроено так, что трудно себе представить. На экскурсии приезжают люди, отдыхающие из Кисловодска, из отдельных городов, минеральных вод, чтобы посмотреть, как живет сегодня Чеченская республика. И они во многом уже переосмыслили эту ситуацию. Я думаю, что многим будет, наверное, в том числе молодежи, интересно посмотреть на то, что происходило в республике в те страшные годы. На встрече с журналистами Карен Шахназаров объяснил, что современное российское кино ищет свой путь. И хорошо, что многие режиссеры не стесняются учиться на советских фильмах, в которых был заложен глубокий смысл. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».